Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня решила сделать дополнение к сегодняшнему мастер-классу, который вышел на канале по этому свитеру-худи, который я назвала «Подарок». Сразу хочу ответить на несколько комментариев. Посчитала, что они очень важны. И показать, в чем уникальность вообще этой модели. Во-первых, был задан вопрос, а на какой размер вы вяжете? Я вяжу на размер 50-52, но это совершенно не имеет никакого значения, поверьте. Вот этот реглан, реглан-погон, он предполагает связать свитер или джемпер или худи буквально на любой размер. В чем прелесть? Самое главное, то, что вы рассчитаете вырез горловины, то есть рассчитаете то количество петель, в которые должна, собственно говоря, пролезть голова мужчины или вас, в общем, тот размер головы, хозяина этого свитера. У меня 108 петель. Что мы делаем дальше? Вот сейчас прошел мастер-класс по вывязыванию вот этого реглана-погона. Смотрите, мои хорошие. Мы вывязываем сейчас вот этот погон, прибавляя тут в каждом ряду петли. То есть с одной и с другой стороны. Мы этот погон будем делать настолько, насколько нам нужно. Если у вас мужчина 54-го, 60-го, любого размера, 48-го, 46-го, естественно, вот это расстояние вы будете вывязывать для размера 48, 50, 52, 56 и так дальше. То есть вы будете вязать вот эту вот часть рукава. И остановитесь на том моменте, когда плечи вашего мужчины закончатся. Возможно, вы захотите сделать спущенный рукав. И потом мы с вами начнем вывязывать вот эту регланную линию. То есть, собственно говоря, одновременно вязать уже рукав и перед, и спинку. Вот и все. И там тоже можно подкорректировать. То есть можно увеличивать петли в каждом втором ряду, в каждом третьем. И можно чередовать там третий ряд, второй ряд, идти будет прибавка. Это все мы потом посмотрим, и опять будет корректироваться ваш размер. То есть тот размер, который вам нужен. И когда уже дойдем до линии ширины рукава, я уже вам говорила, в этот момент я покажу, как я буду делать азиатский росток. Мы сразу вот здесь росток не вывязывали. Он нам не нужен. Я пойду по самому простому пути. Это азиатский росток. Об этом поговорим позже. А пока, мои хорошие, это настолько отдыхающий проект, когда нет вот этих всяких расчетов, перерасчетов, попаду, не попаду. Вот вся прелесть этого реглана в том, что он выполняется практически без расчетов. Один единственный расчет, это вот этот. Это начальные петли, вырез горловины, в который должна пролезть голова хозяина этой красоты. Вот и все, мои хорошие, говорю, говорю с вами. Села батарейка, низкий уровень показывает, а я все продолжаю. Еще немножко, сейчас покажу вам прелесть вот этого воротника. И, в принципе, в этом очень коротеньком видео, это все, что я хотела до вас донести. Вот так вот выглядит воротник. Конечно, здесь будет вставляться кулиска, и он будет немножко по-другому выглядеть. Но его очень-очень просто изменить. Вот так вот завернув вовнутрь, как изначально это было. И тогда воротник будет превращаться в воротник-стойку. Очень интересный, очень такой простой, легкий в процессе, легкая в процессе вот эта модель. Чем еще хорошо? То есть, можно, во-первых, скомбинировать ниточки. Вот еще был задан вопрос, сколько ниток нужно? Конечно же, я не могу вам сказать, сколько ниток в итоге у меня уйдет. Но, как вы помните, я смесовала здесь пряжу с шелковым блеском серого цвета. Дальше я буду смесовывать с шелковым блеском голубого цвета, возможно, белого цвета. То есть, еще вот здесь будет такой градиент идти у меня по этому свитеру ходе. И сейчас у меня, значит, магазин Мир Вышивки предоставил мне 600 грамм вот этой пряжи. Если мне ее не хватит по каким-то причинам, ну вот, нужно будет больше, допустим. Это же еще один ход конем. То, что я же не просто так добавила сюда шелковый блеск. То есть, шелковый блеск у меня есть эта ниточка. И если мне не хватит вот этой дробь спума серого цвета от магазина, я тогда просто низ довяжу чисто шелковым блеском. Будет такая, допустим, полоска. Вот в чем хорош реглан сверху, что можно скомбинировать и, так скажем, доточить вашу модель до нужного размера. Но, опять же, если вы изначально, эта ниточка у вас присутствует в полотне. У меня присутствует. Смотрите, как красиво блестит. Сейчас вот солнышко выглянуло. И вот эта вторая ниточка, шелковый блеск, просто прелестный такой лоск создает. И это еще до ВТО. Когда пройдет, значит, работа ВТО, тогда будет вообще все по-другому. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать это коротенькое, но, думаю, полезное видео. Не боимся, все очень просто. Размер регулируется в процессе вязания. И я желаю вам ровных петелек, неимоверного творческого полета, вдохновения. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Итак, мои хорошие, хочу поделиться своим новшеством, которое подсказала мне моя подписчица Леночка. Фамилия там не указана. Елена Е. Если вы меня сейчас смотрите, я вам очень-очень благодарна за подсказку. В прошлом видео я показывала, как я вяжу, но это не совсем, ну пусть это будет регланная линия, которая, когда мы вывязываем погон. И моя подписчица Леночка подсказала мне, как это можно сделать проще при вывязывании этой регланной линии справа. Все вы помните мое видео. Я все оставила так же, то есть левая сторона вывязывается так, как и в прошлом видео. Я сейчас вам еще раз это продублирую. А правую сторону я последовала совету Леночки. Еще раз повторюсь, очень-очень вам благодарна. И сейчас покажу, как я вывязываю правую сторону при вязании вот нашего реглана-погона. Здесь уже осталось немножко петелек. Мы сейчас к ним дойдем, к этой регланной линии. Еще раз повторюсь, есть три способа вязания регланной линии. Это с накидом, вывязывание петли из протяжки и вот третий способ, который сейчас я вам покажу. Но не все способы здесь подходят, на мой взгляд, потому что мы вывязываем, прибавляем петлю в каждом ряду. А это при вывязывании накида не совсем подходит. Вернее, совсем не подходит. Итак, смотрите, дошли до маркера. Остается с этой стороны перед маркером у нас одна петля. В прошлом видео я показывала, как я это делаю. То есть мы заходили вот так, потом заходили, я так понимаю, в протяжку из прошлого ряда и вывязывали петлю. И вот Леночка подсказала мне, как это сделать проще. И мне этот способ гораздо больше понравился. Что мы делаем? Правую половинку петли из нижнего ряда, вот она, нужно накинуть на спицу. Сейчас подсмотрю, смотрю в камеру. Как вы ее накинете, неважно, какой стороной так или так. Главное, чтобы вы ее правильно провязали. То есть я ее должна провязать не скрещенной петлей. Чтобы петля была не скрещена. Но это мое заключение, мне кажется, на мой взгляд, так красивее. Вот, провязала. Еще раз накинули петлю. Если бы я ее накинула другой стороной, вот так вот, при моем методе вязания, я бы ее провязала вот так, как я и вяжу, сверху. Если я накину ее вот так, я просто ее провяжу вот отсюда, снизу. То есть, чтобы у меня петля получилась не скрещенной. То есть, еще раз повторюсь, неважно, как вы набросите ее на спицу. Главное, чтобы вы ее правильно провязали не скрещенной. Дальше идет просто наша петля. Вот увеличение пошло. То есть, мы увеличили петлю в два раза. И вот здесь, при таком методе, нет вот этой стянутости. При моем методе, тот, что я показывала в первый раз, во-первых, разные получаются петли, они друг от друга отличаются, вот эти косички. Они и сейчас отличаются друг от друга, но, мне кажется, не в значительной степени. Практически незаметно. Я вчера Лешику показала то, что у меня было, но он как бы ничего особо не заметил. Это нам, вязальщицам, все понятно, что регланные линии получились разными. А Лешик сказал, а что здесь не так, все нормально. Я поняла, что он не видит отличия. Но все-таки решила переделать, и, в общем, распустила этот свой реглан погон, прислушалась к мнению Леночки, и решила изменить провязывание регланной линии именно правой стороны. Левую сторону я оставила так, как мы делали с вами в предыдущем видео, когда я показывала эти регланные линии. Так, остается чуток. И сейчас... Так, здесь мы провязываем все петли до маркера, перебрасываем маркер, и здесь эта петелька провязывается так, как я показывала в прошлом видео. Но еще раз повторю, то есть провязали петлю, теперь левой спицей поддеваем, и вот здесь важный момент. Вот здесь эта петля у меня идет скрещенной. И если подхватить правильно, то есть вот я же подхватываю петли снизу при моем методе, если вы вяжете там классическим или бабушкиным, то вы подхватываете сверху. Вот если вы подхватите правильно, вам в следующем ряду не нужно будет перебрасывать петли, менять. То есть все будет очень легко и просто. Дальше просто вяжем и наслаждаемся процессом. В первой части видео я вам всем говорила, что эта модель уникальная, что практически без расчетов, очень мне нравится, безо всяких сложных расчетов, вычислений, просто наслаждаемся. Я буду дальше вязать этот реглан погон до того момента, пока не вывяжу Леши на плечо. В принципе, все, что хотела, я вам показала. Такое очень короткое видео. Но вот эти регланные линии сейчас мне очень-очень нравятся. То есть, с одной стороны вот такая косичка идет, и с другой стороны она немножко другая, но все равно косичка и ничего не стягивает. Да, и вязать таким способом мне понравилось больше. Я имею в виду правую сторону регланной линии. Когда я вывяжу, значит, этот плечо, то есть наш погон, что дальше делаем? Дальше я оставлю здесь две петельки для регланных линий с одной и с другой стороны, чтобы можно было увеличивать петли. То есть, одна регланная линия пойдет для увеличения петли с правой стороны, вторая регланная линия пойдет для увеличения петли с левой стороны, чтобы не путаться. Не одну петлю оставлю, а две петли для регланной линии. Но это так, немножко наперед. Рассказала, что мы будем делать дальше. Давайте еще раз полюбуемся на эту красоту. Посмотрите, какая прелесть вырисовывается. Вот он, растет наш, вот этот погончик. Ну, еще, наверное, где-то столько же я провяжу. Может быть, немножко больше. И дальше уже будем вывязывать, то есть, перед спинку, и сам рукавчик пойдет вязаться. Ну вот, мои хорошие, поделилась я с вами о сегодняшнем видео своим новшеством, как я переделала одну сторону регланной линии, рассказала еще раз о прелести этой модели. Посмотрите, какая прекрасная погода стоит у нас за окошком. Настроение веселое. В общем, все хорошо, выбрали правильный путь. Движемся сегодня. Опять пойдем гулять в парк, наслаждаться теплом и солнышком, которое этим летом не часто нас балует. Посмотрите, какое голубое небо. Красота! Ну, а я вам желаю прекрасного настроения, ровных петелек. Всех обнимаю, люблю. И до новых встреч, до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»